Вы когда-нибудь задумывались сделать свое собственное приложение? Я тоже задумывался, я уверен, что вы сказали да. И вот знаете, я нашел достаточно простой вариант, чтобы сделать свое мобильное приложение. И сегодня хочу вам об этом рассказать и сделать его прямо здесь и сейчас. Итак, давайте начнем с того, для чего вообще нужно приложение. Да, то есть почему вообще важно иметь приложение там в 24 году или там в дальнейших годах. Смотрите, у меня есть интернет-магазин, на базе которого мы будем сегодня делать приложение. Этот магазин Киокушеншоп. В принципе, у меня есть и другие магазины, которые тоже продают экипировку. Что важно? Смотрите, очень важно, что мы с людьми можем продолжать контактировать через это приложение. То есть вместо того, чтобы людям показывать рекламу, делать рассылки, мы можем им отправлять пуш-уведомления прямо в телефон. Я уверен, что вам приходят регулярно такие уведомления, которые вы такие зашли, такие, о, интересная акция, интересная скидка. И большинство приложений, большинство крупных магазинов обязательно это делает. Конечно, это не совсем будет актуально, если ваш магазин, он продает что-то там одноразовое. Но если у вас, допустим, доставка цветов, причем в городе. Ну, сами подумайте, представьте, у меня стоит приложение доставки цветов. И мне приходит пуш. Дружище, ты не забыл подарить жене цветы? И ты такой, о, блин, прикольно. Зашел и подарил. Более того, есть исследования, которые показывают, что когда люди заходят в интернет и пытаются найти ваш сайт, они вроде знают, что мой интернет-магазин называется Киокушеншоп. То может происходить. Смотрите, они могут заходить и не будут писать они доменное имя. Особенно, если доменное имя у вас какое-то сложное. Они будут писать по-русски вот так вот. Киокушеншоп. Хоп. И благо, у меня здесь как бы нет конкуренции. Но вы же понимаете, что если я напишу здесь что-то другое, ну, допустим, вот у меня люди напишут Шампур Казан. Они зашли, хоп, Шампур Казан на первом месте. Но здесь Мегамаркет, Маркет Яндекс, куча других каких-то магазинов, понимаете? Более того, люди могут настроить Яндекс Директ. И, соответственно, вроде как человек хотел снова зайти к вам, но попал в Marketplace или попал к вашему конкуренту. Но когда у человека есть на телефоне ваше приложение, то он открыл и у него, пожалуйста, здесь иконочка вашего приложения. Более того, задумайтесь, что у каждой доставки есть свое приложение, да? То есть маломальски, чтобы не платить там лишние комиссии агрегаторам. И именно поэтому вам имеет смысл сделать свое приложение. Ну и вообще, давайте так, это немножко даже престижно. Но многие люди думают, чтобы сделать свое приложение, вам надо уметь программировать, уметь что-то делать. На самом деле не так. За сегодня в видео мы с вами создадим быстро приложение. И я вам сразу покажу с телефона, как оно будет выглядеть. Вот реально просто делай раз, делай два, делай три, и приложение готово. Погнали. Итак, для того, чтобы нам сделать свое приложение, нам понадобится Advanced Shop. Ссылочка на него, кстати, будет в описании. Обязательно по ней переходите. И жмем кнопочку «Начать бесплатно». Вводим свой электронный адрес, выбираем пароль, жмем кнопку «Зарегистрироваться». Все, нам надо ввести имя. Ну, я думаю, вы знаете, Павел, Пресняков, ну и телефон мой будет скрыт. Значит, что мы будем планируем продавать? Мобильное предложение. То есть мы будем продавать в мобильном приложении. Жмем кнопочку «Готово» и переходим внутрь. Подождем буквально 15 секунд, пока создастся ваш личный кабинет. И дальше я покажу все пошагово, как можно что сделать. Итак, смотрите, мы попали внутрь нашего личного кабинета. Вот у нас здесь есть мобильное приложение, но, конечно, его пока нет. И да, вы сможете загрузить это мобильное приложение в Google Play и App Store. И это лишняя точка контакта, правда? Я больше вам хочу сказать, что когда человек открывает телефон, а люди пользуются телефоном как бы каждый день, правда? И они будут видеть ваш логотип, ну это тоже вам небольшой плюсик вам в копилочку, правда? В доверие вашему бренду. Итак, нам надо будет с вами выгрузить эти товары. Как мы это сделаем? Да все очень просто. Переходим в раздел «Основное». Выбираем раздел «Товары». И с одной стороны мы можем сделать просто, да, то есть если у вас никогда не было своего интернет-магазина, мы можем вручную добавлять товар. Ну, допустим, добавим товар «Кимоно». Выбираем какую-то категорию, у нас здесь есть тестовые категории, давайте сразу добавим. Жмем кнопочку «Добавить». И нам сейчас предложат просто в визуальном редакторе создать наши товары. То есть если вы начинающий, или у вас просто есть, не знаю, магазин цветов, у вас что угодно есть, доставка, вы можете уже все это сделать. То есть вам надо загрузить сюда фотографии, вам надо загрузить цены, поставить все, что вам надо. Вот давайте мы сделаем товар с моим лицом вот таким, да. То есть все максимально просто, но давайте будем честны. Если у вас уже есть интернет-магазин, гораздо проще сделать импорт вашей выгрузки. То есть вам потребуется просто файл в формате CSV. Мы спускаемся ниже, жмем «Добавить файл», который я заранее подготовил. Выбираем этот CSV. У нас все распознается, видите, автоматически. То есть цены, все-все-все. И мы жмем кнопочку «Импортировать». Я думаю, буквально минутка потребуется, может быть даже меньше, чтобы все товары с моего интернет-магазина появились в моем мобильном приложении. А дальше я вам покажу, что будет. Окей, у нас загрузка завершилась. Давайте мы перейдем в товары, посмотрим, что у нас есть. Смотрите, да у нас все в принципе готово. То есть у нас готовы категории, видите. У нас готовы товары. Давайте внутрь какой-нибудь товарной группы зайдем. Вот, допустим, аксессуары. И мы видим, что у нас все. И фотографии, и цены. Нам осталось добавить все-таки количество. А оно количество тоже у нас подтянулось. И все. И все товары у нас уже добавились. Что нам надо сделать дальше, чтобы наше приложение все-таки заработало? Ну, понятное дело, что в идеале, конечно, добавить нужные фотографии, которых у нас вдруг здесь где-то не будет. Но нам надо перейти в раздел модули, потому что здесь, я думаю, вы сами разберетесь. Итак, что у нас есть в модулях? Ну, во-первых, мы видим, что у нас есть интеграция с мобильным приложением. И да, я вам с телефона сегодня покажу, как это работает. Но у нас есть отдельный магазин модулей. То есть в дальнейшем вы можете интегрировать свое приложение все, что угодно. Хотите платежную систему, хотите интеграцию онлайн-консультанта. То есть у вас человек прямо в приложении может написать в чат, и ваши менеджеры будут ему отвечать. По-моему, это шикарно. То есть посмотрите, у нас каталог интеграции достаточно большой. И я уверен, просто каждый сам для себя все-таки примет решение, что можно сделать. Но вот есть один модуль, от которого я реально немножечко выпал в осадок. Я думаю, каждый из нас знает, что такое Simuland. Да, и особенно если вы были когда-то в Екатеринбурге, вы видели эти огромные склады. То есть это оптовый поставщик, который поставляет, ну, наверное, все товары. Ну, то есть я честно скажу, мы у них закупаем тоже товары для магазина Шампур Казан. То есть посуда, шампуры мы можем закупать оттуда, и мы закупаем. Мы спускаемся ниже, видим модуль Simuland. Жмем кнопочку «Установить». Вот представьте, да, просто по одной кнопке, без каких-либо кодов, чего-то. Одну кнопку нажали, и у нас модуль уже установлен. Все. Круто. Итак, вот у нас добавился в разделе модуля модуль Simuland. Заходим внутрь, и нам его надо активировать. Мы его активируем. И что нам надо сделать дальше? Нам надо сделать все настройки. Итак, мы переходим с вами в импортируемые товары. И смотрите, мы можем импортировать целую категорию. То есть это десятки, сотни тысяч, может быть даже миллионы позиций. Ну, давайте, опять же, мы с вами попробуем сюда интегрировать что-то из сферы спорта. И, допустим, возить эти товары под заказ. Ну, почему бы нет? Начинаем искать, да, бижутерии, игрушки, сувениры, зимние товары, автомото. Можно просто по поиску написать спорт. Спорт и туризм. Открываем спорт и туризм. Видите, я нажал, у меня выделилась вся категория. Ну, допустим, мы не хотим всю категорию, потому что у нас все-таки бокс и единоборство. Здорово, классно. Выбрали. Заходим в общие сведения, жмем обновить каталог. И у нас автоматически происходит импорт товаров с Simuland. То есть весь каталог, который автоматически обновляется, со всеми остатками, к нам добавляется в наше мобильное приложение. Понимаете, да? То есть, ну, понятно, что это может сделать с интернет-магазинами, точно так же на Advanced Shop. Но в приложении, по-моему, это просто космос какой-то, да? Давайте теперь перейдем с вами в товары и посмотрим, какие товары к нам добавились. То есть открываем снова вкладку товары. И мы видим, что у нас с вами появилась целая вкладка «Спорт и туризм». Бокс единоборства, аксессуары для единоборств. Пожалуйста. Скакалка, все, что надо. Вольная греко-римская пустая у нас. Детские наборы, да? То есть, ну, вот это мы тоже, кстати, там закупаем. Представьте, что у вас интегрировалось абсолютно все. То есть вы можете продавать эти товары. Следующее, что нам в идеале надо сделать, это зайти в настройки и проверить все настройки, которые у вас могут здесь быть. То есть это доставка, это оплата, телефония. То есть вы можете вообще все сюда интегрировать, да? То есть мы как минимум доставку и оплату должны интегрировать. Следующее, что нам реально важно, это все-таки дальше перейти в раздел «Мобильное приложение» и настроить внешний вид. То есть вот мы заходим, у нас, во-первых, есть тема светлая, у нас есть логотип мобильного приложения и так далее. Я думаю, вы сами здесь разберетесь. Но давайте же мы теперь посмотрим, как будет выглядеть это мобильное приложение. Смотрите, для того, чтобы нам все-таки попробовать, нам понадобится телефон либо на Android, либо на Apple. Значит, берем Apple, мы нажимаем, смотрите, нам надо будет скачать мобильное приложение. Давайте я прямо сейчас это сделаю. Приложение просто скачиваем с App Store, это будет тестовое приложение. Переходим далее, и нам дают QR-код, по которому мы можем перейти в наше мобильное приложение, и оно будет уже выглядеть прямо как наше мобильное приложение. Я открываю у себя на телефоне камеру, смотрю на этот самый QR-код, мы попадаем в App Store, и у нас появляется тестовое приложение Advanced Pizza, ну, оно может называться как-то по-другому. Значит, как только оно скачалось, мы его открываем, жмем кнопочку «Далее», и теперь нам надо будет сосканировать вот этот самый QR-код, да, то есть, смотрите, войти с помощью QR-кода, разрешить, открываем, и хоп, наш интернет-магазин готов. То есть, мы заходим в Sport Tourism, то, что мы говорили, бокс единоборства, и вот, пожалуйста, все товары у нас уже на телефоне. Да, то есть, ну, понятное дело, что нам в идеале, конечно, зайти вот в Kyoku Shinkai и посмотреть, что у нас с вами все здесь внутри есть. Ну, и осталось нам поправить вот эти вот самые иконки. Представляете? То есть, наше приложение готово. И, казалось бы, вот вы скажете, слушайте, ну, это понятно, вот, приложение Advanced Pizza, это здорово, но не хотелось бы так делать. Все правильно, потому что это тестовое приложение, просто посмотреть, что, ага, надо вот здесь поменять картинки. Поэтому мы должны с вами сейчас перейти назад в товары, открыть наши категории и уже, соответственно, для этой категории выбрать свою фотографию. Понимаете, да? Также не забываем, что мы должны поменять логотип своего мобильного приложения. То есть, он будет, естественно, ваш, да? То есть, это не будет просто логотип от Ваншопа. Ну, и плюс, давайте сразу поменяем цвет. Так как у меня цвет основной, это все-таки красный, то я выберу тоже основной цвет приложения, будет красным. Нажимаем внизу кнопочку «Сохранить» и все. Теперь у нас свой логотип и свой основной цвет. А в дальнейшем вы можете разместить свое приложение в Google Play и Apple Store. И вам Advanced Shop с этим поможет. То есть, просто вы, за вас все это сделают. Подготовят мобильное приложение к публикации и опубликуют его. Поэтому штука классная. Ребята, я прямо сейчас сажусь сделать мобильное приложение. Как только оно будет готово, я, наверное, у себя где-нибудь в АК-шке напишу. Ссылочка внизу. На этом все. Всем пока.